Угродня презентовали масштабный габелин Алены Шунейки «Квятнейшая Гродинщина». Эта работа промеркована до 80-ти годов в изволении Беларуси от немецко-фашистских захопников. Полотво створалось больше мгод за сродки гранта президента Беларуси в сферах науки, эдукации, ховы здоровья, культуры, молодежной политики, которые саденят шея дрожжению в сучастных умовах народных технологий традиционных откацтва. Татьяна Грышука, прихожусь, вытканной руками нашей знакомитой землячки. Свой первый габелин купальский венок Алена Шунейка выткала в 1983 году. Тогда она и не думала, какого поспеху добьется в ткацве и аутором каких-то масштабных работ станет. Пройшло больше за 40 годов и за працей гродинской ткачихи сочить без перебольшения уся Беларусь. С нетерпением, особенно на Гродинщине, чекали вынеку масштабной працы Алены Феликсовны, презентация, якого повинна была отбыться на перед дни Дня Незалежности, кали наша краина отзначать в 80-ти годе вызволения от немецко-фашистских захопников. И мастер не подвяла. Сёня усе убачили гэты выраб. Габелин по мерам 2 на 2,5 метры ствараўся на уникальным ткацким станку, што немая аналогаў у республицы. Техніка шпераборнага однапаковага ткацтва, якой Волода и Алена Шунейка, дазваляя наибольш маляў ніча і ярка перадать нюансы архітектурных помнікаў і прыроды. Для увасаблення оригінальныя задумы ткачыся спатрэбеліся месяцы карпатлівай працы і больш за 800 метраў нітак і пражи розных коляроў і адсэнняў. Вродзен шына квітнеўча, хэта свой особливый гімн народу перамошцу і мирной краине Беларусі. Реалізація гэтага праекта ёшчы адзэн прыклад адраджэння народных тэхнологіў традыцынага ткацтва. На Гродзеншыні гэтаму напрамку надаюць знашну ўвагу. Унікальны ж вырап рушной работы Алены Шунейкі дапамагаў так сама захаваць особливые, непадобныя да іншых, гродзенскі культурныя традицыі і адначасово самые важные моманты з істориў Беларусі. Нове полотно уражывая по мерам, каляровыми і мастацкими рашэннями і тэмай. Наватэ, хто ніколі не був ў нашай краіне, може ўявіть, наколькі она прыгожая і багатая на славутості. Мы очень горды, мы очень рады, что именно сегодня, в канун праздника, 3 июля, освобождение Республіки Беларусь от немецко-фашистских захвачеков, мы презентуем большую уникальную работу нашего творца, мастера Елены Феликсовны Шунейко, которая работала более года по созданию данного гобелена в рамках гранта президента Республіки Беларусь на возрождение традиційного ткачества в современных условиях. И, конечно же, хотелось бы отметить, что гобелен, само название его, Гродзенщина квітнейшая, и говорит о том, какие краски богатые нашей Гродзенщины, какая она трудолюбивая, богатая, какая урожайная, здесь все символизирует, каждый объект данного гобелена имеет свою символику, свою семантику. И, конечно же, уже такой первой большой площадкой, где будет презентован данный гобелен, уже это будет 6 июля в Могилевской области на Александрии собирают друзей. Площадка посвящена 30 лет президентству нашего Александра Григорьевича Лукашенко. И, естественно, данный гобелен будет в рамках и других грантов собран на данной площадке и презентован нами, областным методическим центром народного творчества. С презентацией у Гродня гобелен Алена Шунейки, пачиная подорожжа, по Беларуси, тому убачить его смогут не только же хары областного центра. Уже у выходных эта масштабная работа будет проставлена на республиканском святи Купале Александрея Сбираяся-Броу, якое отбудется у Шкловским районе.